В течение трех дней в заснеженном Славутиче проходил открытый чемпионат города по футзалу с участием 12 команд из Киева, Житомира, Чернигова, Сновска и Славутича. Это были первые соревнования 2021 года в нашем городе. В начале команды были разбиты на три подгруппы и юноши 2010-2011 годов рождения сыграли по три матча в своих группах. У большинства команд это были первые соревнования, которым предшествовали многомесячные тренировки. Поэтому в первых матчах были и волнения, и неточности. Тренера переживали даже больше, чем сами участники, потому что они понимали, что ребята могут лучше. Но отсутствие турнирного опыта и практики в течение нескольких месяцев, конечно, сказывалось. Поэтому были и удары в штангу, и неточные пасы. В первой игре турнира встретились команды КДС США из Славутича и ФК Абалуни из Киева. Футболисты из Киева первыми смогли найти свою игру и уже на третьей минуте забили гол. Потом были моменты у наших футболистов, но удача в этот день от них отвернулась. Матч так и закончился. Увы, со счетом 0-1. В следующих играх Славутича выиграли у ФК Абалуни из Киева и сыграли в ничью с ФК Феникс из Житомира. В результате Славутичане только третьи в своей подгруппе, а после этого предварительного результата дальше игры только за места ниже шестого. В последний день турнира они встретились с Дисной из Киева. Все вроде бы шло хорошо. За три минуты до конца первого тайма Славутичане забивают первый гол. А потом еще один гол. А вот за четыре минуты до конца игры защитники Славутичан допустили в течение одной минуты две непростительные ошибки. И счет встал уже 2-3. Не в нашу поле. Буквально за полторы минуты мы могли сравнять счет, но братарь соперника вытянул из угла отличный мяч. Вот так мы и проиграли фактически выигранный матч. После игры тренер Вишневский поговорил с футболистами, успокоил. Выглядели они, скажем так, немножко расстроенными. Тренер Вишневский отметил, что он, конечно, недоволен результатом, но доволен игрой. Четвертки равные. Они могут больше. Главное не допускать ошибок. И 100% не хватает практики, потому что только тренировка нужного результата не дает. Нужна игра и проверка готовности к борьбе. Он также отметил, что нынешняя тактика заключается в том, что на турнирке приглашают городские команды, а приглашать деревенские команды, которых можно обыграть с двухзначным счетом, смысла в этом не видит. И еще главная игровая практика и делать выводы на фоне игры достаточно сильных соперников. Делать анализ, над чем работать. А с сегодняшней игрой он доволен. Вздохнул Вишневский и напомнил, что начинался матч неплохо. Они вели 2-0. А вообще юные футболисты настраивались на победу в каждом матче. На вопрос перед выходом на поле, кто победит, обе команды отвечали одинаково. Кто победит? Мы! Или вы? Мы! А за первое место боролись победители группы Б ФК Еднести из Киева и победители группы С Юности из Чернигова. Победили черниговчане со счетом 2-0. А уже в следующие выходные в спорткомплексе Олимпийск пройдет следующий футбольный турнир. Открытый чемпионат КДС США среди юношей 2007-2008 годов рождения. Это традиционный турнир, посвященный заслуженному мастеру спорта, заслуженному тренеру Украины Юрию Войнову.